Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Это по флагманскому совместному проекту решения атомной электростанции ПАКС. Вот в эксплуатацию 65-го и 6-го блока позволит увеличить мощность этой станции более чем вдвоем. И тем самым будет улучшено энергообеспечение венгерской экономики, снабжение промышленных предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергии. Из-за того, что обеспечивают новые блоки, используются только наиболее передовые инженерные и технологические решения. Полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования. Мы продолжаем поддерживать отношения, взаимодействия в медицине и фарминдустрии. Мы продолжаем работу в медицине и других территориях. Мы выступаем за то, чтобы и далее работать по приоритетным направлениям кооперации. Мы поддерживаем, чтобы работа в медицине и приоритетных территориях. Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам. В том числе и по украинскому конфликту. Говорили и о возможных путях его урегулирования. И также о конфликтах, которые происходят в киеве. Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве. Господин премьер-министр, где он выступил рядом с предложениями, и в частности с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией. Что касается России, то неоднократно говорил, что мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политика-дипломатического урегулирования. Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопрос именно таким способом. А спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы, противостояния с Россией. Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще готовы, не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы. Так и не состоявшиеся в сроке президентских выборов. Так и не состоявшиеся в сроке, но шансы победить на них для утратившего рейтинга и легитимности украинских правителей близки к нолю. А наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством Министерства и Настанной Радио Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. Причем это должна быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и дооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Россия выступает за полное и окончательное завершение, как я уже говорил, изложено в моем выступлении в Министерстве и Настанной Радио. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы. Уважаемые дамы и господа, с учетом того, что Венгрия с 1 июля председательствует в Совете Европейского Союза, мы с господином Орбаном обвинялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке. Дорогие господином и господином! В целом переговоры были весьма своевременными и, думаю, полезными для обеих сторон. Конечно, господин премьер-министр излагал в целом известную нам западную точку зрения. Тем не менее мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Очень благодарна министр-эльнэк-ур, который в Москве воспринимаем это как попытка восстановить диалог, и придать ему дополнительный импульс. И, конечно, господин, господин премьер-министр, сегодня в одиннадцатый раз встретился с президентом России. Особенность этой встречи предало и то, что она проводится во время войны. В тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы мир – это самое важное. Я сказал, господин премьер-министр, что наибольшое развитие Европы случилось именно в мирные десятилетия. Сейчас, может, в Европе два с половиной года живем в тени войны. И это вызывает в Европе огромные сложности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности. Мы видим картины разрушений и страданий. И эта война начала уже оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность. В общем, как я уже сказал господин премьер-министр, Европе нужен мир. За последние два с половиной года мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира. Потому что мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом. Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трём важным вопросам. Что он думает о имеющихся на данный момент мирных инициативах? Что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести? И третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Благодарю господину президенту за открытую и честную беседу. Дамы и господа, за последние два с половиной года практически не стала страна, которая могла иметь контакт с той и другой противоборствующей стороной. В Венгрии как раз одна из очень немногих таких стран. Именно поэтому на неделе я был в Киеве и поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Я по опыту понял, что позиции очень делики друг от друга. Нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако же важнейший шаг мы сделали, установили контакты и буду работать и дальше в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Прекраснение. Прекраснение. Я рассказал это президенту Российской Федерации.